МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне 23-го сегодня во Владимире чествовали защитников. О том, как поздравляли старшее и подрастающее поколение бойцов, расскажет Алексей Дудин. А чтобы поменять раскладку на компьютере, надо нажать... Дети войну за компьютерами. Возможно ли такое? Расскажу я, Александр Инин. Пробежать шесть кругов, да еще сделать это быстрее соперников. Во Владимире состоялся легкоатлетический турнир, посвященный Дню защитника Отечества. С подробностями Екатерина Дронова. В эфире новости 24 на 6-м канале в студии Анастасия Кузина. Здравствуйте. У Джурубаева был посредник. Областной следственный комитет сообщил сегодня о возбуждении еще одного уголовного дела о взятке в Коврове. В посредничестве начальнику местного следственного отдела Альберту Джурубаеву подозревается 55-летний предприниматель. Пока это вся информация, которой готова поделиться ведомство. Напомню, Джурубаев был задержан за взятку еще в пятницу. Деньги полковник брал у местного предпринимателя за помощь в получении муниципальной земли в аренду. А позже в следственном изоляторе пытался покончить с собой. Сейчас состояние здоровья Джурубаева стабилизировалось, но он еще в коме. В СМИ появилась информация, что в кабинетах администрации Коврова прошли обыски. Следственный комитет области эти слухи опровергает. Военные пенсионеры судятся с областным комиссариатом. В последнее время суды буквально завалены исками, в которых военные пытаются отвоевать свои деньги. История, к слову, тянется давно. В 1999 году пенсионерам не сделали перерасчет пенсии. Легко ли добиться выплат, теперь расскажет Ирина Начарова. Офицер-отставник Лев Новосильцев впервые в жизни в суде Министерства обороны в лице военного комиссариата области задолжал ему чуть больше 9 тысяч рублей. Друзья сказали, что неправильно рассчитали, надо обратиться в военную прокуратуру. Вот и все. Пошел, написал заявление в военную прокуратуру. Остальное все уже делает. В военную прокуратуру делала. В военкомобласти в суд не ходит. Сторону ответчика представляет хрупкая Юлия Трактирова, помощник начальника юридического отдела. Ответчик с исковым требованиям не согласен и просит отказать в удовлетворении в полном объеме. У военного комиссариата Владимирской области не было оснований для перерасчета окладов по воинским званиям именно с 1 января 1999 года, так как не было нормативно правовых актов, указывающих на данный перерасчет. Представитель ИСЦА, помощник военного прокурора Владимирского гарнизона Алексей Горшаков доказывает, почему военный комиссариат нарушил право Анны Васильцева. В конце 1998-го президент своим указом предписал правительству России и повысить денежное удовольствие военнослужащим с 1 января 1999 года. Это и было сделано, но не в тех размерах, которые определил глава государства. Фактически увеличение окладов по воинскому званию произошло только спустя полгода, с 1 июля. Постановление правительства, по которому денежное удовольствие увеличилось только летом, Верховный суд России признал незаконным. Суд спустя 14 лет тоже признает права Новосельцева нарушенными. Исковые требования военного прокурора Владимирского гарнизона в защите прав и законных интересов Новосельцева. Льва Григорьевича удовлетворится. Признает за Новосельцем Львову Григорьевичу право на перерасчет пенсии в силе увеличения размера оклада по воинскому званию за период с 1 января по 30 июня 1999 года. Всего полчаса и иск выигран, но ответчик с ИСЦом не торопится покидать Ленинский районный суд. Они проходят в кабинет другого судьи. Там их ждет еще один пенсионер. Никакой информации в этом смысле нет. Только во Владимире много военных отставников. Вот между собой это кто-то где-то услышал и пошло, пошло, пошло. С июля прошлого года военная прокуратура подготовила 550 исков с требованием восстановить нарушенные права военных пенсионеров. Масштаб судебных баталий по-настоящему грандиозен. В регионе проживают 12 тысяч отставников. В числе пенсионеры, не понимая, по какому вопросу пересчитывается пенсия, обращаются уже увольные после 99-го, в 2000-м году и так далее, которые не имели права на ее пересчет. Военная прокуратура Владимирского гарнизона представляет в суде интересы всех, кто лично придет и напишет заявление. И если раньше военный комиссариат области вовсю писал апелляции, то сегодня смиренно пачками принимает исполнительные листы. Так что шанс есть. Ирина Начарова, Артем Горчаков, Иван Литков, Шестой канал. Чернобыльцев пригласили в Белый дом в канун Дня защитника Отечества. С активистами общественной организации «Союз Чернобыль» встретился Владимир Киселев. В ходе беседы спикер ЗС пообещал помочь решить проблемы ликвидаторов аварии. Кстати, в области их проживает 2000 человек. С одним из них встретился Дмитрий Кошелев. Леонид Лаврентьев показывает награды за ликвидацию последствий чернобыльской аварии. Когда произошел взрыв на энергоблоке, помощник капитана большого морозильного траулера прибыл из Камчатки в Киев в командировку. Знакомый журналист привез его на АЭС. После увиденного там моряк попросился добровольцем в Чернобыль. Я тогда не думал ни о жизни, ни о поступках, ни о чем. Я просто видел своими глазами это страшное явление. Когда видел, когда на моих глазах умирали люди. В буквальном смысле умирали люди. Тогда Леониду Антоновичу было 42 года. В Чернобыле он находился три месяца. Последствия заражения ликвидатор ощутил на себе в 92-м году. Тошнота, слабость, головокружение. По состоянию здоровья оставил флот и переехал во Владимир. Несмотря на утраченное здоровье, ветеран нисколько не жалеет о своем поступке. Когда я увидел молодых солдат и молодых людей там, которые не должны быть, которые еще не имеют семьи, не имеют детей, а они загнаны в эту ловушку оказались. И что с ними будет впоследствии? Вот это самое блиное место. Сегодня ликвидатор отправился на встречу с Владимиром Киселевым. В канун Дня защитника Отечества спикер законодательного собрания принимал активистов общественной организации «Союз Чернобыль». Без бедняков они высказали председателю ЗАЭС свои претензии, в том числе и в адрес фонда социального страхования. На Камчатке, когда я жил, да, там регулярно мне давали путевочки. Здесь же за все время я воспользовался только одной путевкой. Когда я обратился, меня записали, все. Но вот до сегодняшнего времени я не получил. Это проблемы, касающиеся обеспечения путевками наших граждан. Это некомпетенция областной власти. Будем обращаться на федеральный уровень решения этой проблемы. Проблемы, которые находятся в компетенции областных властей, Владимир Киселев пообещал решить. По крайней мере, без внимания парламентариев не останется ни один. На старости лет снова оказались за партами. Дети войны ликвидируют компьютерную безграмотность. Что привело их в школу и кто заплатит за их обучение? Ответы на эти вопросы в репортаже Александра Инина. Без компьютера в 21 веке не жизнь. Это понимают сегодня даже дети войны. Они здесь потому, что хотят идти в ногу со временем. Чтобы соображать, уметь. Детям доказывать, что я что-то в больницу поеду, чтобы кого-то не просить, чтобы записаться. Я бы хотел переписываться с дочерью в Ижраиле, с науками. Людмила Бундина, председатель Владимирского отделения организации «Дети войны», инициатор этой затеи. Она называет себя Лениным в юбке. Тот посадил людей за парты, а она пенсионеров за компьютеры. Всё началось с того, что у «Детей войны» появился свой сайт. Тут-то и выяснилось, что он им бесполезен, потому что в основном они компьютерно-безграмотные. Срочно решили открывать курсы. Ну, набирать у нас 5 надо человек. Мы начинаем открывать. Люди к нам звонят. Вы про нас не забыли? Вы помните? Мы говорим, сейчас наберём, мы всё про вас помним. Всё будет у вас окей. На курсы уже записалось 500 человек. Проходят они в обычных общеобразовательных школах. Занятия начинаются с элементарного. Как создать папку, переименовать документ, завести почтовый ящик. Курс состоит из пяти занятий. За это время можно стать уверенным пользователем? Уверенным нет, но азы дадим. А дальше уже каждый, я думаю, что если сможет какие-то освоить азы, причём все лабораторные работы, которые разработаны, мы им с собой будем отдавать. Поэтому если, например, вот он сегодня что-то где-то там не усвоил, он может прийти домой и повторить всю процедуру. В роли учителя информатики сегодня попробовал себя и глава города. Инициативу депутата Бундиной он поддерживает. Причём за ликвидацию компьютерной безграмотности с детей войны город денег не берёт. Если считать лампочку, которую мы зажгли в классе для того, чтобы обучить наших пенсионеров, это безусловная копейка. Сэкономим на другом. А в этом экономить просто нельзя. Александр Инин, Иван Людков, Шестой канал. Во Владимире начались мероприятия, приуроченные к Дню Защитника Отечества. Поздравления сегодня принимают и те, кто служил или принимал участие в боевых действиях, и те, кому ещё только предстоит выучить устав и строевую песню. Но если у бойцов постарше празднования проходят торжественные обстановки, то у совсем юных в игровой. Алексей Дудин побывал на двух мероприятиях. Сегодня 51-й детский сад напоминает воинскую часть. На один день всё как в армии. И пограничник с автоматом, и новобранцы, первый раз прикладывающиеся к оружию. За тематическим утренником наблюдают не только родители пятилетних новобранцев, но и настоящий боевой пёс Самур. Атмосфера для него не совсем привычная. Собаки больше по нраву гонятся за преступниками. А здесь песни, пляски и всёобщее совсем не армейское веселье. Тем не менее, овчарки приходится терпеть. Ведь, как известно, всё лучшее детям. То, что пограничники пришли, показали и собаку, и оружие, это тоже, знаете, ну, наверное, не каждый воспитатель, заведующий пригласит, в общем, попытается сделать такое в своём детском саду. В противостоянии двух враждующих отрядов пехотинцев и моряков победила дружба. Хотя бой между ними разыгрался далеко не шуточный. Задания такие же, как в армии. Одеться на время, оседлать коня, перенести раненого, доставить секретную информацию в штаб. Всё игровое действие сопровождается взрывами воздушных шаров. А кто такой защитник, как ты думаешь? Это солдат. Это солдат, да? Что он делает? Защищает нашу родину. Нашу родину защищает. Ты когда вырастешь, кем будешь? Солдатом. Мальчишки вас в детском садике защищают, девчонок? Ну да. Каким образом? Как они это делают? Они не дают мальчишкам удары, девчонок хорошо к ним обращаются. По окончанию службы юные защитники забирают с собой не дембельский альбом, а сладости. Их же старшие товарищи получили сегодня более официальные поздравления и награды. В Доме культуры молодёжи торжественное собрание, посвящённое 23 февраля. Чествуют тех, кто отслужил и принимал участие в Великой Отечественной войне или других военных действиях. У нас в каждой школе есть музей боевой славы, которые действительно воспитываются наши ребята на этих примерах. К ветеранам это особое отношение. У нас целые программы ветеранские есть, которые мы помогаем им из городского бюджета. И вместе с ними проводим какие-то мероприятия с нашим молодым подрастающим поколением. Александр Рябов сегодня в зале не случайно. В свои пять лет он попал в плен. Все ужасы фашизма испытывал на себе в течение полутора лет. В основном зверствовало бандеровцы. Это не люди. Они не щадили даже младенцев. Пригоняет, допустим, душегубку, берёт младенца об друга за это, бьёт друг до друга и бросает в душегубку. Это крытая машина, где выхлопные газы. Для Александра Рябова 23 февраля это по-прежнему день Красной Армии. Но здесь, говорит, уже не важно, как праздник называется. Главное, чтобы отечество всегда было, кому защитить. Алексей Дудин, Леонид Новиков, Александр Мажаров, Шестой канал. Первый альтернативный, независимый, креативный. Сокращенно, панк. Новый Владимирский театр с таким названием готовится к премьере. Молодежная труппа уже в субботу представит на суд зрителей спектакль «12 способов спасти Пушкина». На репетиции побывала Евгения Оксиненко. С чего вы начали? Начали с детства. Пьеса, по которой поставили спектакль, что называется «С пылу жару», написана только в прошлом году и на сцене еще не появлялась. Главный герой – почти 50-летний Питунин. С детства ненавидел Александра Сергеевича Пушкина, но, переосмыслив свою жизнь, решает совершить подвиг и спасти солнце русской поэзии. Вариантов у героя много. На протяжении всей пьесы Питунин выбирает, пустить ли зайца на дорогу на Черную речку, чтобы суеверный поэт развернулся и не поехал стреляться, или в последний момент броситься и закрыть Пушкина грудью. Непонятно и как оказаться нашему современнику в 37-м году позапрошлого века. Удастся ли это герою? Режиссер не раскрывает, сохраняет интригу до премьеры. Этим самым мы ставим главный вопрос. А каждый из нас, вообще живущих в нашем мире, он способен на подвиг? Мы способны, люди, на подвиг? Мы способны совершить что-то такое в своей жизни, что оправдает наше существование в ней? Или мы только встаем по утрам, чтобы сходить на работу, вернуться, сделать какие-то обычные дела? Страшно подумать, что кого-то может оставить равнодушным гибель поэта! В составе трупа молодые актеры, у которых, впрочем, уже есть опыт. Они сыграли спектакль «Морфи» по Булгакову. Главную роль в постановке играет студент колледжа культуры Илья Соколов. Самые сложные, наверное, для нас сейчас сроки, потому что очень мало времени на все было, на все про все. Мы где-то, наверное, месяц, да, это все месяц. То есть приходили домой очень поздно, учили текст ночами. Все было очень тяжело. Но как танки грязи не боятся, так и панки не боятся трудностей. Бунтарство во всем. Даже на эмблеме театра у отца русской театральной школы Константина Станиславского на голове ирокез. Энергия, которая у нас есть, она зашкаливает так, что нам хочется что-то такое делать. Своё, независимое, и пусть кричащее, пусть хулиганское, под таким названием, да, панк, театр. Чего хотим, то и делаем. Но делаем профессионально, делаем интересно. И делаем в рамках вкуса и той культуры, которая в нас заложена. Премьера спектакля состоится в выходные. Параллельно трупы уже готовятся к новым проектам, чтобы радовать и, главное, удивлять владимирского зрителя. В областном центре стартовал турнир по лёгкой атлетике. В соревнованиях принимают участие школьники из Владимира и Гусь-Крустального. Как прошёл первый день турнира и почему не все добежали до финиша, знает Екатерина Дронова. В соревнованиях принимают участие около 200 человек. Четыре возрастные категории от 12 до 15 лет. Юным спортсменам предстоит покорить две дистанции в 300 и 1000 метров. Здесь километр – это шесть кругов, которые нужно пробежать, к тому же, быстрее всех. К финишу спортсмены собирают последние силы. А всё-таки вот шесть кругов, как они дались вам? Первые три-четыре были легко, но последние там уже отнимаются ноги, уже трудно понять, бежишь или не ходишь. Трудно дышать, да. Всё очень трудно. Судьи строго следят за соблюдением правил. Никаких заступов и фальш-стартов. А заодно дают спортсменам дельные советы. Надо ещё немножко распределять свои силы, научиться. Не поддаться эмоциям, не броситься вперёд на первых метрах. А распределить по всей дистанции – это шесть кругов. Для участников прибежать первым – дело чести. Впрочем, добраться до финиша суждено не всем. Артём Бугаёв из Владимира неожиданно падает прямо во время забега. Какая-то была боль. В боку я сошёл с дистанции. У меня нога как будто село, и я упал. Сейчас как? Сейчас нормально. Это суставы. Это суставы просто идёт, ещё раз говорю, развитие. Они ещё немножечко слабенькие, ещё не окрепленнее. Он просто высокий рост, и парень. И сейчас у всех ребят высокого роста, они все у нас страдают коленями, суставами, спинами и так далее. То есть всё это дело временное явление. Всё сейчас будет хорошо, я уверена в этом. Победителей сегодня немало. По трое в каждой возрастной категории. Их награждают медалями. Турнир будет длиться два дня. Завтра юных спортсменов ожидает бег с препятствиями. Победители турнира в марте будут участвовать в многоборье. Екатерина Дронова, Артём Горчаков, Шестой канал. Кто и почему хочет закрыть телевизионный конкурс ТЭФИ? Сколько стоит путёвка на место падения Челябинского метеорита? И какое спортивное общество отметило 90-летний юбилей? Иван Людков расскажет подробнее в обзоре Твиттера. Официальный ТВ-аккаунт радиостанции Коммерсант-ФМ со ссылкой на Интерфакс сообщает. Президент фонда Академии российского телевидения Михаил Швыдкой предлагает отказаться от телевизионного конкурса ТЭФИ. От себя отмечу, что руководство Первого канала после официального сообщения о выходе ВГТРК из Академии российского телевидения и фактического многолетнего неучастия в премии ТЭФИ и каналов холдинга «Газпром-Медиа» не считает возможным выдвигать свои работы на ежегодный национальный конкурс ввиду отсутствия основных конкурентов. Депутат горсовета Андрей Маринин рассказывает, на место падения метеорита в Челябинской области теперь можно съездить по туристической путёвке, которая обойдётся в 4000 рублей. Андрей Травников утром побывал в загородном парке на стадионе Прометей, где своё 90-летие отмечало спортивное общество «Динамо». К своим сообщениям Андрей прикреплял фотографии с праздника. А Елена Петелина в конце зимы считает дни до лета. По календарю до него осталось ровно 99 дней. К рубрике «Один день». Юрий Борисов вспомнил, что 21 февраля 1887 года родился хирург, заслуженный врач РСФСР Гавриил Данилович Контор. Кстати, его именем названа одна из улиц Владимира. Павел Кузнецов сообщил о том, что ровно 400 лет назад Земский собор выбрал своим царём Михаила Фёдоровича Романова. Он стал первым русским императором этой великой династии. А Кирилл Николенко рассказал, что 21 февраля в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик представили миру модель ДНК. Да здравствует генетика! На этом у меня всё. Не забывайте читать нас в Твиттере. На сегодня это все новости. Если у вас есть интересная информация, звоните нам в редакцию по телефону 36 66 66. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok